Теперь не только пешком, но и на общественном транспорте. Хорошая новость для тех, кто живет и работает в районе улицы Рафаковской и Наговицыной-Кренистовой. Теперь сюда будут заезжать автобусы номер 45 и 46. Горожане давно просили включить район в маршрутную сеть. Жители наших домов давно говорили об этом, что остановка нам нужна. Дело в том, что троллейбус останавливается на Ленинградской и дальше он идет к химзаводу. Это расстояние очень большое. Это мы должны перейти 4 перехода, чтобы попасть домой. И мы, конечно, жители нашего небольшого микрорайончика писали об этом, чтобы нам сделали остановку. И остановка будет и не одна. Вот на Рафаковской уже даже установили соответствующий дорожный знак. Под ним глава города Владимир Шарипов и провел рабочее совещание. Мы сейчас приняли решение о том, что по рекомендации НИАТа, той организации, которая разрабатывала нам транспортную схему, мы запускаем новый маршрут по сути, потому что 45 и 46 он раньше ходил только в центре города. Сейчас мы здесь, получается, его запускаем вплоть до мебельного магазина «Сокол». Автобусы номер 45 и 46 известны в городе как бывшие бесплатные челнаки. С недавних пор проект с них стал платным. А вот маршрут остался прежним. Оба закольцованы, ездят по центру навстречу друг другу. Сейчас, в данный момент, произойдет расширение маршрута. Маршрут поедет через Шереметьевский проспект, через Киноцентральный, доедет до площади Пушкина и будет курсировать по рабочему поселку и возвратиться уже через торговый центр «Бомба», к Серебряному городу и ЖД вокзалу. Теперь задача управления благоустройством – организовать недостающие заездные карманы, посадочные площадки, установить остановочные павильоны и недостающие дорожные знаки. Новых остановок будет три. Так, для организации остановочных павильонов на улице Рафаковской будут использованы существующие карманы. В настоящее время здесь установлены дорожные знаки, обозначающие место остановки общественного транспорта. На улице, на гаде Сокоренистой, планируется организовать две остановки. Для этого потребуется выполнить обустройство заездных карманов, остановочных и посадочных площадок. Кроме того, дополнительные остановочные пункты появятся на улице Гробобоя, на участке от Жиделева до Слесарного переулка. Работы запланировано провести в течение этого летнего сезона.